С управляющей компанией Центр ЖКХ у дома номер 3 по улице Некрасова непростые отношения. Все же личные проблемы люди решают только через прокуратуру или депутата, а ждать специалистов порой приходится больше положенного срока. Так было и с прорванной канализацией. Девушка вызов приняла, сказала, что придут, посмотрят, но так ничего и не сделали. На этой неделе я звонила во вторник, тоже сказали, вызов приняли, придем, слесарь вызовем, придет, посмотрит. Ну и вот слесарь, увидели мы его сегодня. Жители вызывали рабочих еще в конце ноября. Все это время в доме стоял невыносимый запах, который доходил даже до девятого этажа. Сантехника ждали почти две недели. По словам рабочего, засор произошел из-за неправильной эксплуатации канализационной системы. При прочистке нашли тряпки и даже одежду. Хотя такой случай произошел и в первый раз, но вот переполненные мусорные баки, разбросанные отходы по детской площадке все чаще беспокоят жителей. Почему люди равнодушно к этому относятся, так я не знаю. Может быть, я такой товарищ, что мне больше всех, конечно, надо, но хочется все-таки жить в доме, где чистота и более-менее порядок по нынешним временам, насколько это возможно. И хотелось бы, чтобы, когда мы обращаемся в эти службы, которые нас обслуживают, чтобы вовремя приходили и все исправляли, потому что в квитанциях у нас стоит большая сумма за содержание жилья. После того, как сантехник отремонтировал канализацию, запах в подъезде стал меньше. Также в день нашего приезда, на удивление жителей, убрали и весь мусор из бака. Если коммунальщики бездействуют и в вашем доме, обращайтесь по телефону городского дозора 37 200. Светлана Ярунова, Кирилл Новикевич, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.